Давайте поговорим сейчас о подходах близким людям. Как подходить к близким людям? На какой кобыле подъезжать? Насивай там или бегай. И что делать-то? Давайте изучать это. Для того, чтобы понять, на какой кобыле подъезжать, нужно понять, как устроен человек. Как его можно уважать в целом? Как устроена женщина? Как устроен мужчина? Как его можно уважать? Допустим, женщина устроена из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки. Как устроена женщина? Женщина, она родилась для людей, для гармонии, нежности, отношений, ласки, заботы, внимания. И когда человек в этих энергиях должен вращаться, любви, нежности, ласки, заботы, внимания, то эти энергии, они имеют очень природу очень чувствительную, ранимую, очень склонную, желающую гармонии, желающие взаимопонимания, нежности, доброты, уступчивости, такой, как бы, внимательности в отношениях. Энергия любви действует, ну, движется в таких энергиях. Очень хрупкие энергии, нежные, ласковые, заботливые, добрые, отзывчивые, внимательные и так далее. Вот мы сейчас не говорим, как бы, как женщина сама себя ведет, не говорим об этом. Это может быть разные причины, но то разные ситуации. Мы говорим о том, чего она хочет, в чем заключается к ней уважение к женщине. Уважение к женщине заключается в том, чтобы относиться к ней нежно, саботливо, внимательно, аккуратно. Всегда принимать ее эмоции, как что-то правильное, то есть даже если она каплизничает, все равно все хорошо, все правильно, все аккуратно. Это называется уважение к женщине. Теперь мужчина может спросить себя, а с какой-то стати я должен вот на этих задних лапках прыгать вообще. Что такое? Зачем мне это надо? Что это я должен там перед ней вот там? Моя моя хорошая, не хотела бы ты покушать? А как у тебя здоровье? Ну как ты себя чувствуешь? Очень близко, это глубокое отношение, внимательно. Мне вот все надо ее спрашивать, аккуратно прояснять. Не хотела бы сюда, не хотела бы туда. Вот как ты чувствуешь это? Может быть у тебя вот что-то не так чувствуется? А как у тебя настроить? Вот и так далее. Мужчина может спросить, а с какой-то стати вообще я должен этим заниматься? Что мне больше делать нечего? Меня ждут большие дела, там я как бы хочу строить великое, светлое будущее, там и так далее. То есть мужчина из этого, он такой мужчина, он же у кого? Вперед. Вот. А вот с такой стати, что есть Бог. Есть Бог. И у Бога есть две ипостаси. Мужская и женская. Некоторые говорят, женская это не ипостась Бога, это просто ну как бы так себе. А вот главное мужская. Некоторые говорят наоборот, главное женская. А мужская это так себе. Но знаете, что на самом деле они обе главные. Есть женская ипостась Божественная, а есть мужская. И когда человек уважает свою жену и относится к ней очень ласково, нежно, вот так вот заботливо, аккуратно, в это время он поклоняется супруге Бога. Вот женщина как человек может быть этого и не достойна. Ну скорее всего. Но супруга Бога точно достойна. А ты же любви хотел, когда женился тогда. Любовь человеку не принадлежит. Любовь принадлежит супруге Бога. И когда мужчина ведет себя женщиной вот так очень аккуратно, уважительно, супруга Бога его любит, этого человека, и дает ему счастье в отношениях с женой. Так что жена становится очень благодарна ему и начинает вести себя с ним хорошо. Это называется уважение к женской природе. И это уважение должно прививаться с молоком матери мужчины. Он должен четко понимать, как себя вести в женской природе. И тогда она естественно начинает его любить за такое поведение. Теперь, женщины, у кого есть возражения в отношениях к моим словам? Кто-то возражает то, что я сказал? Есть возражения девушки? Нет. Ну, у этих девушек возражений нет. Все согласны. Так? Смотрите, очень важно понять, что еще раз подчеркиваю, что есть Бог, а есть люди. Если я как бы решаю с людьми жить, с человеком, и учитываю в своем поведении его поступки, тогда счастья не будет в личной жизни. Потому что это все накопится до такой степени, что ты просто будешь... Тошнить тебе будет от жизни с этим человеком. Но если ты хочешь служить Богу, потому что ты хотел любви, любовь к человеку не принадлежит, женщине любовь не принадлежит. Она просто через нее действует. Любовь — это энергия Бога, и она принадлежит его супруге. И если ты к женщине относишься как к представительнице супруги Бога, и ведешь и так, как ты хотел любви жить, ты хотел отношения с супругой Бога, так относись с ней как тебе положено. Ты же не будешь жениться на супруге Бога, кто тебе позволит? На тебе дают жену, представительницу этой женской ипостаси. Вот и служи супруге Бога через свою жену. И в нее есть заложены все эти божественные качества в женщине, если ты будешь их культивировать в отношениях. Если ты ее будешь уважать, она так и будет себя вести с тобой. Если нет, тогда так она не будет. Теперь мужчина скажет, ну как бы, а если мне уже любви не надо? Ну как бы слишком дорого стоит. Как один мужчина говорит, а я сам себе готовлю, Олег Геннадьевич. Я говорю, а почему? Жена еще есть, может приготовить? Он говорит, а слишком дорого стоит, Олег Геннадьевич. Мне проще самому. Ее приготовление, говорит Кунет, слишком дорого стоит. Это правда. Но есть разница, ты сам готовишь или жена готовит. Потому что жена готовит, а эта пища пропитана любовью. А если ты сам, то она чем пропитана? Ничем не пропитана. Хорошо. Мужчины некоторые подумают, ну Олег Геннадьевич, все равно вот как бы шкурка выделки не стоит. Ну хорошо, сейчас будет стоить. Еще кое-что расскажу и будет стоить. Дело в том, что отношения в этом мире, вообще любые отношения, имеют женскую природу. А также еще три вещи имеют женскую природу. Это положение в обществе, знания и страдания. И у супруги Бога есть три ипостаси. Одной из них люди называют удачей. И многие людей поклоняются. Когда люди в футбол играют, они поклоняются супруги Господа, которая называется удача. Это ее ипостась. Удача. Не хотят удачи. Вот. Другая апостаси супруги Господа называется знание. И третья – наказание. Это все женская энергия. Женская природа. Смотрите, если мужчина очень по-доброму, нежно относится к своей жене, этот аспект доброты и нежности к жене он усвоил в отношениях, и никогда ни при каких обстоятельствах не отходит от этого принципа, он в свою жизнь получает удачу или богатство. То есть супруга Господа говорит, ну, получи и распишись. Второй вариант. Если мужчина в отношениях с женой внимательно следит за ее словами, за ее пониманием вещей, то через сердце жены начинает действовать совесть. И мужчина обретает знание. Она ему все расскажет про него. Потому что она все знает. И он будет следовать этим словам. И он получит знание, мудрым станет. И если мужчина будет угнетать женскую природу, эксплуатировать ее, издеваться над ней, она сама не сможет ничего. Часто женщина ничего не может с этим сделать. Но супруга Господа сделает. И покоцает всю его жизнь. Поэтому у нас с женщинами опасно связываться. Еще подумали, надо тебе это или нет. Может тебе в монастырь пойти, да и жить спокойно. Мучу. Мучиться. Хорошо. Теперь про мужчин. Но женщинам понравилась часть этой лекции. Мужчинам не очень. А теперь будет мужчинам нравиться, женщинам не очень. Смотрите, есть еще мужская поставь Бога? Мужская. Когда, ну как, из чего она соткана? Вот женская поставь Бога соткана из нежности, мы говорили, любви, гармонии, чувствительности. Вот такой вот. Очень близкие и очень аккуратные такие, заботливые отношения, несмотря ни на что там. Она может, допустим, там эмоции проявлять, там вести себя как-то. Надо очень аккуратно всегда. Теперь вы женщины скажете, мой муж так себя не ведет. Знаете, мы смотрим не на другого человека, а на себя. Вот я когда говорил про то, как с женщинами себя вести, записывают мужчинам. Женщины затыкают уши, потому что это для них яд, это знание. Потому что они придут на лекцию и скажут, хочешь иметь дело с этой ипостасией, которая все коцает и разрушается в этом мире. Тогда ты ее получишь. Но я не для этого читал лекции, чтобы проклинали своих мужиков. Вот, поэтому, как бы, что Бог дал, какое отношение, такое и принимайте. Вот, теперь, как вот сделать так, чтобы вам, женщина, хорошо относился к мужу? Для этого вы должны научиться сами понимать, как к нему относиться. Вот это правильный путь. Что такое мужская природа? Мужская природа — это воплощенная мудрость, победа, аскеза, терпение и сила. То есть, если вы хотите в своей жизни иметь воплощенную силу, аскезу, мудрость, терпение и победу, тогда им нужно очень уважительно относиться к словам мужа, к его миссии, к его, как бы, мужской природе, к словам, к его направленности. Допустим, если он моряк, значит, это очень важно. Если он тракторист, это очень важно. Вот, если он что-то сказал, это очень важно. Как бы вы к этому ни относились. Я понимаю, что вы видите его изнутри, там, все его недостатки, но вы должны относиться к мужу как к представителю Бога. Если вы, женщина, хотите победы в жизни, защиты, мудрости, хотите терпения, чего не хватает женщины, хотите, как бы, ну, силы, чего вообще у женщины часто нет. То есть, тогда нужно понять, что вы через мужа строите отношения с Богом. Мужской, по-скази, что мужчина тоже с Богом уже строил отношения с женской. И единственное, что нужно, это очень уважительно относиться к направленности, вот к чему мужчина стремится уважительно к этому относиться. Уважительно относиться к его словам, вот, и признавать его силу, могущество и положение в отношении к с вами. То есть, не значит, что вы как бы лучше. Женщины же тоже мы уважаем женщин, нежно по-добрым относимся. Это называется поклонение женскому началу. Поклонение мужскому началу – это признание слов мужчины, его положения, как бы в отношениях и так далее. Мужское начало уважать. Женщины тогда получают защиту, получают мудрость, получают терпение, получают смелость, храбрость и так далее. Все эти вещи получают в жизни. Надежную жизнь получают. Видите, когда я говорил про женщин, мужчинам тяжело стало. А когда я говорил про мужчин, женщинам тяжело стало. Теперь, что нам мешает, вот, что женщинам мешает так себя вести с мужем? Одно слово из трех букв. Что мешает? Женщинам нести так себя с мужем. Одно слово из трех букв. Не отгадайте. Нет. 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 Что мешает? Все. Теперь, что мешает мужчинам так женщинам вести? То же самое слово. Это самая большая аскеза. Вот запомните, вот такое поведение правильное с близким человеком. Самая большая аскеза, которая только может быть в этом мире. Потому что все этому мешает. Вот, допустим, перечислим, что женщине мешает так вот, как я сказал, вести себя с мужем. Ну, давайте посмотрим, как женщина видит свой муж. Женщина имеет несколько природных врожденных способностей смотреть на свой мужа. Первое. Она смотрит на мужа в сравнении с идеалом, который должен быть. То есть, она всегда смотрит на него, знает, как должно быть. То есть, как должно быть. Он должен быть храбрым, разумным, терпеливым. Он должен быть, ну, как бы, иметь знание, мудрым быть и так далее. И она смотрит и сравнивает. Сразу вот она видит мужчину и сразу вот с этим эталоном сравнивает его. И смотрит. Опа, здесь недочет, здесь недочет, здесь... Упс, упс. Прокол как же. И запоминает это на всю жизнь. То есть, все, что она увидела и так, мужик, она потом думает, господи, как же мне с этим жить. И когда, допустим, муж... Мужчина не склонен видеть женщин недостатки. Не склонен. Потому что у женщины тщательно скрытые. И даже когда женщина смотрит на себя в зеркало, она думает, господи, какая я хорошая. И какому дураку достану. Понимаете, потому что так устроила природа, что лучшая половина человечества это женщины. А мужчины худшие половины. Но есть разумные женщины. Разумные женщины это... Это женщины, которые понимают, что все самое худшее у них скрыто от глаз. Они понимают. А все самое худшее у мужиков вышло наружу. И поэтому, как бы, разумные женщины знают, что не все так просто. Допустим, часто женщины думают, странно, как-то Бог нас соединил. Мне вот по судьбе положено было такого мужчину, а я получил намного хуже. Знаете, что на самом деле не так. Вы получили именно такого мужчину, который вам положен. Просто у женщины все самое лучшее выходит наружу, а у мужчины все скрыто внутри. И разумные женщины догадываются об этом. Они разумные и догадываются. Вот и вся разница. Если женщина разумная, она догадывается, что у нее все самое плохое скрыто внутри. Она разумная женщина. И она очень прорицательно видит все самое хорошее у мужа. Наступают гармоничные отношения. Сразу же она начинает понимать, как устроен этот мир. Неразумные женщины постоянно гнобят своего мужика. Ну, потому что они не видят же истину. Они видят в поверхности, что я такая хорошая, я такой дурак. И на самом деле все в этом мире так устроено, что женщине поощряется так себя вести. Например, если наступает конфликт. Родители на чьей стороне? Ну, а если у вас с ними хорошее отношение? Имеется ли? Конечно, на стороне жены. Дети на чей стороне? А? Папа? Да ладно, прекратите. Идет ругань, допустим, дети на стороне жены. Собачка. Без обсуждения. Она встает на сторону жены и гавкает на мужика. И кошка то же самое. Я вам скажу по секрету, даже тараканы так чувствуют. Потому что женщина создает атмосферу в доме. Именно женщина создает атмосферу. И когда она портится, опортится тем мужиком. Поэтому он во всем виноват. Потому что женщина создает энергию любви, атмосферу. А мужик во всем виноват. Поэтому ваш мужик в вашем доме не защищен. Он виноват, понимаете, во всем. И это признают все. Представляете, я прихожу к наставнику за советом, с женой. Там у нас, допустим, раздоры, по какому взгляду. Он всегда принимает сторону жены. Никогда не принимает мою сторону. Так все в этом мире защищает женщина. Все в этом мире защищает женщина. Но кто должен защищать мужа? Сама женщина. Вот в чем мудрость заключается. А если этого нет, то он находит другую. И у него нет выхода. Запомнили мудрость? Итак, смотрите, очень важно. Женщина должна научиться понимать глубже ситуацию, чем кажется на первый взгляд. И тогда она сохраняет отношения, сохраняет семью. Потому что она видит очень сильные недостатки мужчины. Гораздо сильнее, чем мужчина видит женские недостатки. И природа еще сопротивляется. Даже если мужчина видит женские недостатки. Во-первых, женщина никогда не согласится с этим сама. И в результате создаются иллюзии, что этого нет. А во-вторых, вокруг никто не согласится. Поэтому женщина должна найти баланс. Она должна научиться видеть тайные вещи, тайные знаки. Вот в чем тайна заключается? Тайна заключается в том, что мужчина – это действующее начало. А женщина – это пассивное начало. Но женщина тоже действует через свои желания. И эти тайные знаки разгадывать очень сложно. Надо просто признаться женщине, что если что-то происходит с своим мужем, значит, я тоже в этом виноват. Ну хорошо, приведем классический пример, который меня женщины спрашивают. Олег Геннадьевич, меня муж уже задолбал со своим желанием секса. Я уже не знаю, куда от него бежать. Я такая возвышенная, я вообще как бы не хочу никакого секса. Он постоянно ко мне лезет со своими низменными инстинктами. Что мне делать? Как жить? Хочу духовно развиваться. Ваша слушательница. Не смеяна. Хорошо. Хорошо. Ладно. Я отвечаю не смеяние на ее вопрос таким образом. Я говорю, не смеяночка, дорогая. Поймите, как бы Бог наделил женщину тонким половым чувством. У нее очень тонкое чувство. То есть она испытывает половое счастье, вот это половое желание и удовлетворяется с помощью комфорта, уюта, с помощью заботы просто, ласки, внимания, ухаживания и так далее. А у мужчины, Бог мужчину этим не наделил. И у женщины, у нее все тело соткано из вот этого полового чувства. У мужчин только одно место. И как бы вот как бы в этом несправедливость заключать. И поэтому у мужчины грубое желание, как бы у женщины тонкое. Теперь как бы вот смотрите, вот я женщину объясняю. Женщина, вот смотрите, допустим, вы хорошо живете. У вас нормальное отношение, нормальная квартира, много комфорта, уюта, все хорошо в доме, как бы все классно. Вы наслаждаетесь жизнью. И когда вы наслаждаетесь жизнью, то эта энергия наслаждения вашего счастья воздействует на вашего мужика. Не вызывает у него половое желание. Потому что это несправедливо, понимаете, как бы у вас все есть, у него ничего нет. И что же какое-то счастье должно быть? И он пользуется как бы женским счастьем для себя тоже. Берет часть его себе от жены. Эту энергию наслаждения жизнью он берет себе часть через жену. Теперь вы скажете, или иначе он уже слишком много берет, я уже не могу. Хорошо, выход есть. Заводите ребенка. Потому что когда женщина заводит ребенка, ее энергия наслаждения идет пополам, девица. Половина идет на ребенка, половина мужа. И у мужа естественным образом уменьшается половое желание. Он говорит, ну слишком мало уменьшается. Хорошо, тогда второго ребенка. Делится на три части тогда. Энергия любви половина, одна треть идет одному ребенку, одна треть второму ребенку, одна треть мужу. Вы скажете, Олег иначе, ну тогда, если ему мало любви будет идти, так он другую начнет искать. Так оно и происходит. Поэтому терпите. Если вы хотите настоящий выход найти, развивайте духовность в вашей семье. Если муж обратится к Богу, то он не будет вас беспокоить. Бог ему будет давать энергию, которая будет успокаивать. И он будет удовлетворен в жизни. Таков выход настоящий. Но все, что я сказал, это все правда. Видите, я разобрал всего лишь один случай неудовлетворенности женщины и взгляда всего очень поверхностного. Ну то есть, женщине кажется, что он во всем виноват. А если посмотреть поглубже, оказывается, оба. Если бы женщина не сильно наслаждалась жизнью, мужчина бы тоже на нее не прыгнул. Понимаете? Так сильно. Вот. Ну то есть, наслаждайся жизнью меньше. Больше всем служи, больше всем забудьте. И развивай в себе чистую любовь. Тогда в нем тоже чистая любовь появится. Потому что любовь принадлежит женщине. Это ее энергия. Как она к ней относится, так и будет у всех. Ну как просто ответ на один вопрос. Теперь есть вопрос у мужчины классический. «Почему, Олег Геннадьевич, у меня такая глупая жена?» Ну классический вопрос, мужской. Ответ тоже непростой. Понимаете? Как бы, дело в том, что настоящая мудрость, она может таиться в наивности. Вот допустим, я об этом узнал не сразу. Я встретил святого человека один раз в жизни. Это было в Сергиев Посаде. Я изучал, где вот святые люди бывают. Мне сказали, там есть святой человек. Я пришел туда, это было где-то 25 лет назад. И я пришел туда, и я увидел одного монаха в возрасте. У него был очень простой, добрый взгляд ребенка. И люди к нему в очередь подходили, он говорил им простые-простые слова. Часто и насказательные, и с первого взгляда непонятные. А они ему очень сильно верили, и потом это в жизни им сильно помогало. Но я даже не стал подходить, потому что я послушал и понял, что он как ребенок просто. В чем мудрость заключается? И только потом, как бы, я узнал, что душа, на самом деле, она, когда себя осознает, она становится как ребенок. В этом заключается высочайшая мудрость для взрослого человека. Стать простым, как ребенок. Но это очень сложно. Имитировать не надо, не стоит. Если делать как бы из себя дурачка, как бы порчить, то не получится мудрость из этого. Нужно истинное понимание себя как души развить в себе. И вот это и есть ответ на этот вопрос. Если мужчина разумный, он может в женщине увидеть мудрость, которая заключается в ее простоте, искренности и непосредственности в жизни. Если женщина что-то говорит, допустим, какую-то простую вещь, которая коню понятна, и ты говоришь, что не трогай, а станет меня, это коню понятно. Но если она тебе говорит это много раз, то надо заключение сделать такое, что коню может быть и понятно, но не тебе. Но если мужчина доверяет словам жены, то он избегает большой беды. Потому что любая женщина чувствует опасность, которая грозит ее семье, мужу, детям. И если она говорит, и мужчина реагирует быстро, он избегает большой беды. Всегда в жизни. Ну то есть жена является сердцем мужа. Если мужчина понимает мудрость в простоте, в ее непосредственности, то он тогда сам становится мудрецом. Вот такой ответ. Почему женщины такие глупые? То есть они не такие глупые, как тебе кажется. Нужно быть очень аккуратным в понимании этого вопроса. Быть очень осторожным в оценке. Потому что когда люди ведут себя непосредственно, наивно, это не значит, что они глупые. Значит, их мудрость ты не видишь. Она скрыта от твоих глаз. Это секрет, который надо распознать. В отношении мужчины и женщины друг к другу начинаются с раскрытия их природы, глубокого понимания их природы и стремления изо всех сил к поклонению высшего близкому человеку. То есть поклонению высшему началу. Божественному мужскому, женскому началу. Это называется уважение. Если человек начинает уважительно относиться к близкому человеку. Все остальные вопросы решаются автоматически. Не надо много психологией заниматься. Как спросить, как сказать и так далее. Как посмотреть, какие психотипы, как с ними себя вести. Это все просто пустая трата времени. Научитесь уважать мужское начало, женское начало. И сразу же, как только вы это начнете делать, у вас наладится отношение с самим собой. Потому что через уважение пойдет любовь. А когда любовь течет между людьми, всегда все становится хорошо. Какие у вас вопросы по уважению мужчине к женщине? Это глубокая тема. Надо просто ее изучать, изучать. И вам должно видение, открытие прийти в сердце. Открытие. Вот вроде все понятно, но ничего не понятно. Вы начинаете вестись с своей женой, чувствуете, что я прыгаю перед ней. А что я должен перед ней прыгать? Она недостойна. И женщина тоже. А что это должна перед ним соглашаться? Все время с какой-то стати. И недостойна. Вы не понимаете, о чем я говорю. Вы размениваетесь. Думаете о мелочах, а упускаете главное. Ваш вопрос? Как соблюсти по матусу между уважением и почитанием, и при этом не потерять себя? Хороший вопрос. Вот смотрите, вы можете уважать мужа или жену, только сильно уважая Бога. Чтобы не унижаться перед человеком, которого ты сильно уважаешь, для этого нужно учиться быть не униженным. Потому что часто люди уважают с какой-то целью. Это называется унижение. А если человек имеет как бы уверенность в себе в отношениях с Богом, он как бы Бога ценит выше всего в своей жизни, тогда близкий человек не может его унизить своим уважительным статусом. Но еще надо также знать, что отношения сотканы из приближения и отдаления. Это целая наука очень сложная. Вкратце скажу так. Вот вы, допустим, божественно, очень возвышенно относитесь к своему близкому человеку. Но это не значит, что он будет божественно относиться к вам. Он может это использовать и наглеть. В этом случае вы должны знать, что балансом к этому поведению является ваша зависимость от Бога и независимость от Него. Ну то есть, если вы зависите все-таки от Него и его уважаете с целью удержать его возле себя, то тогда вам ничего не поможет. Но если вы его уважаете просто потому, что вы служите Богу через это отношение к Нему и прежде всего Бога любите, то тогда, когда уважая его, вы можете заметить гордость. И в этот момент вы можете противопоставить ей свою независимость. Ну то есть, вы не согласны на такие отношения, хотя продолжаете его уважать. И тогда он вас начнет уважать. Это нужно проговаривать? Не обязательно. Не все можно проговаривать. Уважайте близкого человека. Он в сердце будет благодарен вам сильно, потому что Бог будет благодарен. Бог в сердце находится. Он будет благодарен, а внешне может гордиться собой. Вы можете очень твердую позицию занять, отодвинуться от него, и тогда он раскается. Потому что ему благодарность в этот момент выйдет наружу. Он побоится вас потерять. И еще в отношениях с мужчинами важно знать одну вещь. Мужчина ценит только поступки. Женщина часто ведет с мужчиной себя как женщина. Она ему говорит, вот если ты так будешь себя вести, я вот это сделаю. Давай как бы так не делай. Это когда девочку воспитываешь, надо с ней так говорить. Вот так не делай, это нехорошо, а то вот так будет. И она хорошо реагирует и ведет себя правильно. Мужчине, вот если мальчику вы будете говорить, вот так не делай, я тебя накажу. Это знаете, это все равно, что болят дурака, пытаться поднять пьяного. Толку никакого нет, таких слов. То есть мужик, мальчик, мужик не реагирует на угрозы, на слова. Он воспринимает только поступки. Вот, допустим, два варианта. Допустим, мальчик-то проказничал, у вас есть два варианта. Первый вариант, ему сказать, что вы его накажете. Второй вариант, взять за руку и куда-то повезти. В первом варианте, как бы, он снимет лапшу с ушей просто и пойдет дальше проказничать. Вот, второй вариант, тот спросит, мама, ты куда меня ведешь? Вы скажете, я тебя и иду наказывать. То есть вы совершаете поступок. И он говорит, мама, я больше так не буду. И вы не обращайте внимания. Он говорит, я тебя все равно веду, наказываю. И когда вы уже его начали наказывать, он говорит, мама, все, я понял. Тогда можете отпустить. Но наказать чуть-чуть хотя бы надо. Это противополит. Но если вы мальчика будете словами кормить или мужа, то это все бесполезно. Потому что если, допустим, вы, допустим, решили, как муж обнаглел, какой поступок? Да просто не разговаривай. И вам очень легко. Потому что женщина настроение, допустим, по отношению к мужу держит долго. А мужчина не может так долго держать. Вот, допустим, если женщина на меня обиделась, она будет обижаться несколько дней. А я обижаюсь на нее всего максимум час-два. Вообще абсолютное неравенство. То есть я час-два пообижался, уже хочу отношений, смотрю. Не тут-то было. Несколько дней как бы идет обида. Я говорю, Бог ты мой, так лучше вообще не обижаться. Страшное дело с этим связываться. С такой силой. Согласна у женщины? Долго длится вот любая эмоция, отношения. А у мужчины очень коротко. Поэтому силы не равны. И женщина должна пользоваться этим. Так она может укротить мужа. И чаще всего и украшает. Любая женщина украшает своего мужа. Не волнуйтесь женщинам. Я могу вам это очень легко доказать. Вот смотрите. Возьмем, допустим, маленьких детей. Вот дети рождаются такими. Девочка такая. Побить себе мужа такая дубопая активно. Мальчик. Да? Мальчик. Девочка такая. Мальчик. Вот. Это внутреннее содержимое человека. Запомните. Теперь люди вырастают. Вырастают взрослые. Ну, как у юноши девушки. Мужчина становится таким крепким таким. Сильная девушка такая. Да? Да? Теперь. Бабушки и дедушки. Бабка это особая форма жизни такая. Да. Ааааа. Ко мне не подходи. Ко мне не подходи. Ко мне не подходи. Ко мне не подходи. А кто зарежен. Ну и раз. Бабой. Бабойники. Разбойники. Разбой. Бабки такие. Дедушка. Боже, обувальчик. Так или нет? Откуда все взялось? Она же была вот такая. 50 лет спустя. Хорошо. Я вам расскажу тайну. Понимаете, к чему человек привязан, каким он становится? Мужчина привязан к женщинам, поэтому он постепенно приобретает женскую природу. Сначала ребенок привязан к своей природе, он развивается в себя. А потом мужчина привязан к женщинам, он обретает женскую природу. Женщина привязана к мужчинам, поэтому обретает мужскую природу. И потом в следующей жизни вот этот вот дедушка рождается девочкой, которая всех будет бить. А гонка рождается мальчиком, который будет плакать. Понятно? Бывает исключение, иногда девочка вторую жизнь в женском теле живет, поэтому она девочкой рождается. Она такая вся, как бы не дерется ни с кем, но она уже глубоко все понимает. И мальчики бывают с детства смелыми, значит, в мужском теле в прошлой жизни. Дедушки тоже иногда бывают твердыми, такими глубокими. Но все равно не такими, как бабки. Все равно сильнее, по-любому. Ну ладно, у нас уже закончилось время. Сегодня у нас все время разные молитвы. Держать марку просто, держать марку. А вы никогда ее не перегнетесь с мужиком. Вы его недооцениваете, понимаете? У мужчины есть три стадии понимания вопроса. Четыре. Первая стадия. Да хоть что делай, мне все равно. Это первая стадия. Надо ее пройти. Вторая стадия. Гнев. Разбор. Все, ты так будешь себя вести. Третья стадия. Подлизывание. И четвертая стадия. Осознание. Дойдите до четвертой стадии. Чуть-чуть время придется. То есть точно так же, как женщина может держать эмоцию долго. Точно так же до мужчины долго доходит. В отношении. Женщины, пожалуйста, поймите одну истину, которую вы вообще вот в упор помять не можете. Вы в упор это понять не можете, женщины. Поймите, эта истина вообще очень простая. Мужик в отношении тупой, как баран. Понимаете, это истина простая, но понять вы ее не можете. Поэтому нужно много времени, чтобы он понял. Много времени. Подождите чуть-чуть. Если вы женщины имеете дело, все быстро, как бы понятно. Но мужчина в отношениях очень тупой. Он не врубается просто. Он не понимает, что хотят. Что надо-то. Не понимает. Ждите. Ну все тогда, все тогда сошла с дистанцией. Матч проигран. Ну, следующий раз. Подождите, следующего раза. То есть никак не реализируйте? Нет. Я все смогу. Я клятву не нарушу. Учитесь быть мудрыми. Учитесь. Мужчину любого можно преодолеть легко. Надо просто знать, как устроена психика. Ставить на своем. Женщине же Бог нельзя, не зря дал. Что она долго отходит от ситуации. Он дал при воспитании мужчины такое качество женщины. И никогда не думайте, что он вас сломает. Что вы такая слабая. Женщина намного сильнее внутри. Мужчины снаружи сильнее. Знаете, что у вас внутри силы гораздо больше. В отношениях женщина сильнее всегда. Поэтому все как бы в ваших руках. Просто вы не знаете, сколько нужно ждать. Понимаете, у вас нет как бы понимания, как долго. Потому что, ну, как бы, нет опыта. Нет так же чувства собственного достоинства. Вы сильно привязаны к мужчине. Надо привязаться к Богу. Быть сильнее, вот этот ряд зависимости сильнее. Понимаете, никто ни от кого никогда не должен быть зависим, кроме как от Бога. А близкого человека надо служить, заботиться, быть верным. Зависимость и верность — это противоположные качества. Зависимость — это унижение, а верность — это достоинство. Учитесь быть верными и независимыми. Не надо зависеть, не надо болеть близким человеком. Не зависеть мне. Никто не заставляет. Не обязательно. Не забывайте, не забывайте, не забывайте.